День Города Краткий анонс этого выпуска. 11 тысяч рублей, две бутылки водки и уголовное дело. Поучительная история о том, как неумение остановиться вовремя, приводит на скамью подсудимых. И стар, и млад. Лыжня Бирюкова вновь собрала любителей самого популярного зимнего вида спорта. День российской науки. Рязанские робототехники рассказали о своем последнем увлечении. Начнем сообщение федеральных СМИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядке замены водительских удостоверений. Теперь из списка обязательных документов при замене утерянного удостоверения будет исключено медицинское заключение. Изменения были подготовлены Министерством внутренних дел России. Медсправка при замене прав водителям больше не нужна. Заключение врачей теперь можно не предъявлять в случае износа, повреждения или утраты удостоверений. Изменения, внесенные в правила, которые действовали с октября 2014 года, медицинское заключение требовалось предоставить для замены прав в случаях изменений персональных данных, износа или повреждения, утраты, а также при получении международного водительского удостоверения. При этом медицинское освидетельствование остается обязательным, когда речь идет о замене прав в связи с течением срок их действия, о лицах, которым временно запрещали садиться за руль за административные и уголовные правонарушения, а также о кандидатах в водители транспортных средств. Далеко не каждый спортсмен за свою жизнь добился в своей карьере такого уровня, что в честь него назвали соревнования, тем более в таком виде спорта, как лыжные гонки. В Рязани прошла традиционная 20-я лыжня Бирюкова. Такой стабильностью не могут похвастаться даже соревнования более высокого уровня. Чемпион СССР по лыжному спорту Анатолий Бирюков и ныне работает тренером по лыжным гонкам. Из года в год в дни проведения турнира на Бирюковскую лыжню приходят по несколько сотен рязанцев. От совсем юных мальчишек и девчонок ростом едва ли выше лыжной палки до бабушек и дедушек. Марина Комиссарова побывала на соревнованиях. Она и расскажет подробности в своем сюжете. Мемориальный парк – единственное место в городе, где можно пока лежит снег, в любое время суток встать на лыжи. Освещенная вечером, всегда расчищенная и подготовленная и к коньковому, и к классическому ходу лыжня, несколько вариантов траектории, таких, что можно пройти дистанцию как любителю, небольшую, с легкими спусками и подъемами, так и усложненную, пятикилометровую, для тех, кто занимается спортом вплотную. Эта трасса – заслуга Анатолия Егоровича Бирюкова, тренера спортшколы Олимпийского резерва «Олимпиец». Участник Олимпиады, чемпион СССР в гонке на 70 километров, он уже не одно десятилетие воспитывает поколение лыжников. И, став уже взрослыми, его ученики приводят своих детей к Анатолию Егоровичу. Я занимаюсь лыжами Анатолия Егоровича 10 лет. Мой муж тоже с детства занимается у Анатолия Егоровича, познакомились мы с ним. Вся семья занимается, сестра, брат, мужа. Ребенку, наверное, скоро отдадим, да, лыжи? Сегодня 20-я юбилейная гонка, и ты, естественно, не можешь бежать, но зато папа бежит, да? Да, наш папа участник сегодня, завтра тоже побежит, завтра сестра побежит, моя. Ну, получается, что с 10 лет это большую часть жизни ты провела? Да, почти всю жизнь. Анатолий Егорович как отец нам стал, вот, на все соревнования, на сборах большую часть времени мы проводили с тренером. В выходные состоялась лыжня имени Бирюкова, 20-я по счету, юбилейная. В нашем городе это единственное соревнование имени спортсмена. Немногие профессиональные спортсмены, и тем более любители зимних дисциплин, могут похвастаться тем, что имеют свою лыжню. Анатолий Бирюков, легендарный рязанский стайер, мастер спорта международного класса, по праву заслужил проведение именных соревнований. Только посмотрите, как его, самого бегущего дистанцию 10 километров, поддерживают болельщики. Так как я работаю тренером, и сейчас даже больше предпочитаю маленьких детей, можно сказать, детский тренер сейчас. Человек, наверное, 25 выступает. И вот, в призерах, считай, в каждом возрасте у меня есть и девочки, и мальчики. Конечно, трасса в мемориальном парке не позволяет тренироваться так, чтобы готовить лыжников с высокой эффективностью. Но стабильность, с которой проходит из года в год лыжня Бирюкова, только подтверждает упорство и целеустремленность как тренера, так и его воспитанников. Представители рязанских СМИ приняли участие в пресс-туре по Академии тенниса имени Николая Озерова. Журналисты побывали на тренировке, увидели, в каких условиях занимаются юные теннисисты, пообщались с тренерами, спортсменами и директором Академии тенниса Александром Гордеевым. Подробнее в сюжете. Этим малышам от трех до шести лет. Они пока только привыкают к игре в теннис. Папа меня задавез. Сначала я не хотела, а потом захотела. Потому что мне так захотелось играть в теннис, потому что тут мне нравится. Считается, что настоящий спорт начинается с семи лет. Регина Кетчина играет в теннис уже три года. Сейчас ей девять. Она уже поняла, что на корте нужно не только двигаться, но и думать. А в каких ситуациях приходится? Ну, как лучше, в какой угол мяч, чтобы попасть в все. Как обмануть соперника, чтобы выиграть. В каких турнирах ты хочешь принимать участие в дальнейшем? Кубок Федерации. Чтобы нашу страну представлять, чтобы лужить теннис. Регина профессионально занимается в Академии тенниса в Рязани. Здесь у нее все шансы добиться успеха. Теннисистов курируют опытные наставники. Среди них известная спортсменка Елена Брюховец. Она носила звание чемпионки мира, Европы и СССР. У нее есть собственная программа, по которой она готовит теннисистов к мировым победам. Кроме того, в Академии тенниса для лучших теннисистов тренировки становятся бесплатными. Дело в том, что государство наше и правительство Рязанской области, в соответствии с приказом 403 о государственных стандартах обучения теннису, предусмотрено, что из бюджета финансируются только те дети, которые мы называем талантливыми звездочками. Эти начинающие звездочки очень усердно работают над собой и высоко ценят работу тренеров, которые подтягивают их по нормативам, чтобы те попали на бюджетные места. Буквально недавно ко мне мальчик в 5 лет подходит, у меня говорит, для вас что-то есть. В конце тренировки подходит, вот протягивает браслетик. Я специально для вас его сделал в цветах российского флага. Теперь ношу с удовольствием над собой всегда. Академия тенниса – это не просто очередные корты в Рязанской области. Это новая программа воспитания теннисистов. Здесь уже в ближайшее время начнут вступать в силу новые проекты, подталкивающие людей к спорту. Вот один из них. Предполагаем сделать субботу семейного тенниса, где плата будет, как мы определяем, очень минимальная, где-то 100 рублей с одного участника. Но предполагаем пригласить не только родителей, соответственно, и маленьких. И выделять тренера, которые бы обучали не только детей, но и для взрослых. Кроме того, сквош, есть тренажерный зал, который позволяет тем родителям, которые просто приводят детей, не ожидать их в созерцании, так сказать, и смотреть, как проходит тренировочный процесс. Но также и самим активно участвовать, как в тренажерном зале, так и взять ракетку на соседнем корте, тоже брать уроки. Этот проект уже точно будет запущен в ближайшее время. Академии тенниса подготовлены тексты объявлений, после чего будут происходить формирования заявок, а затем будут составлены группы желающих для игры в теннис в семейную субботу. Ежегодно 8 февраля Отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – День российской науки. Россия стала первой страной, где было разработано учение о биосфере. Впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая атомная станция. И сегодня отечественные ученые не перестают заниматься прелюбопытными разработками. К примеру, рязанские робототехники рассказали нам о своем последнем с позволения сказать увлечением. Анна Герцовская пообщалась с изобретателями. Рязанская команда «Коловрат» победила в московском этапе битвы роботов 2016. Теперь ребята прошли в суперфинал и в декабре поборются за приз в 5 миллионов рублей. Робот «Коловрат» имеет ряд преимуществ перед другими машинами. Он очень низкий и оружие противников порой не достает до него. К тому же он очень устойчивый. Состоит робот из металлического профиля, рама 20 на 40, толщина стенки 2 миллиметра. Стоят маршевые двигатели от электроусилителя автомобиля. В качестве оружия используется барабан с шипами, который приводится с помощью электростартера от автомобиля. Молодые ребята, преподающие в Рязанской роботошколе, летом 2015 года решили создать своего первого робота для участия в битве. Сейчас у них 4 машины и 4 команды, выступающие на всероссийском турнире. Почему мы решили участвовать? Ну, основная цель не деньги, а то, что это новый вид соревнований. Никогда такого не было. В основном все соревнования – это у кого лучше интеллект робота, кто лучше напишет программу. Нужно перемещать какие-то предметы, находить себя на карте. Такие задачи. А здесь контактные бои, здесь именно кто кого сможет механически разорвать, уничтожить. Совсем другие нагрузки, совсем другие типы двигателей, электроники, вообще другое направление. Оно очень интересно с точки зрения механики. Создание даже одного такого робота – дело затратное. К примеру, робот-победитель московского этапа стоит примерно 60 тысяч рублей. Для создания первой машины робототехникам был выделен грант. Организатор битвы роботов, один из главных организаторов – это Московский технологический институт, который выделяет небольшие гранты командам как раз-таки тоже на создание этого робота. Мы получили грант, у нас уже были наработки. Сейчас команда «Коловрат» планирует новые вложения в своего робота. Помимо вращающегося барабана, на нем появится механизм, позволяющий переворачивать соперника. Сейчас мы, как уже было сказано, прошли финал, получили сертификат от главного спонсора 100 тысяч рублей, которые планируем потратить на частичное восстановление робота и его модернизацию. По правилам битвы роботов, один бой продолжается три минуты. Победителем считается та машина, которая нанесла больше ударов, причинивших урон сопернику. Или же та команда, которую полностью обездвижила робота-противника. Антон Маликов представлял еще одну рязанскую команду «Технотон». Его робот столкнулся с большими трудностями в борьбе с одним из фаворитов соревнования. Стоит отметить неоспоримую зрелищность подобных состязаний. Уже сейчас они собирают по 4 тысячи человек, при том, что такие турниры впервые начинают проходить в России. За границей они хорошо развиты, и русские ребята берут оттуда некоторые примеры оружия, формы и деталей роботов. Еще один событийный материал. Сегодня практически ни одна серьезная полицейская операция не обходится без собак. Четвероногие товарищи помогают задержать преступников, находить тайники с наркотиками, охраняют периметр и первыми спускаются под завалы, чтобы отыскать выживших. Сегодня, 8 февраля, исполнилось ровно 200 лет с тех пор, как мохнатых любимцев впервые задействовали на службе. Это, конечно, не Англия, а наши родные широты. Но родословно этих красавцев позавидует и королева. Представьте, английское графство на северо-востоке Шотландии. Преступная шайка регулярно занимается контрабандой виски. Полицейский Малькольм Гелеспи надрессировал своего бультерьера кидаться спереди на убегающих лошадей. Конь при таком нападении становился на дыбы, а всадник оказывался на земле. Так в 19 веке в Европе и начали поначалу использовать собак на полицейской службе. Например, в Англии для борьбы со злодеями вывели даже новую породу – бульмастив. Пес отличался очень свирепым характером. В Германии первой полицейской собакой по праву считается Ротвейлер, который зарекомендовал себя как великолепный поисковик. Не менее охотно немецкие полицейские использовали в своей работе еще одну породу – доберманов. В России для выполнения специальных задач собаки стали применяться в середине 19 века. Сначала в пограничной страже, затем и в полиции. В частности, четвероногие сослужили добрую службу в обороне Гагр в ходе Кавказской войны. Сегодня собаки – это универсальное оружие. Благодаря своему острому обонянию, тонкому слуху, выносливости, неприхотливости, силе и преданности хозяину. Так что на заметку кинологам, сегодня есть официальный повод угостить своего пса самой сладкой косточкой. Кстати, в подтверждение всему вышесказанному, Касимовские полицейские раскрыли кражу со взломом, совершенную из дома 66-летней жительницы райцентра. Наслед злоумышленника стражей правопорядка вывела служебная собака. Неизвестный проник в жилище, взломав оконную раму. Из дома он похитил съестные припасы и несколько бутылок спиртного. В ходе осмотра места происшествия служебная собака взяла след. Овчарка привела полицейских на автовокзал, где уверенно указала на 24-летнего молодого человека. При досмотре у злоумышленника нашли похищенную еду и алкоголь. Это, конечно, не формат голливудского блокбастера, но все же, согласитесь, показательный момент. Продолжим тему. Два злоумышленника вечером 1 февраля ограбили продуктовый магазин на улице Стройково. Угрожая продавщице пистолетом, они забрали выручку из кассы – 11 тысяч рублей – и прихватили с собой две бутылки водки, видимо, чтобы отметить удачную прибыль. Но криминальная история оказалась всего лишь неумением вовремя остановиться, а профессионалы-грабители – обыкновенными собутыльниками. В тот вечер 38-летний Рязанин со своим родственником выпивали до тех пор, пока в доме не закончилось спиртное. Выпитого показалось недостаточной. Прихватив два пневматических пистолета, они вышли на улицу, чтобы раздобыть денег для продолжения застолья. Небольшой магазин показался им подходящим для этого местом. Похитив деньги и водку, злоумышленники условились о месте встречи и разбежались в разные стороны. Встретившись, бутыльники направились к приятелю, где и продолжили застолья. Сотрудниками полиции была установлена личность лиц, совершивших преступление на данный магазин. В последствии было установлено их местонахождение. Данные лица были задержаны и доставлены в отдел полиции, где дали показания и объяснили причину нападения на магазин. Деньги у родственников кончились через три дня. Горе-грабители вернулись домой, где их вскоре и задержали сотрудники полиции. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. И теперь новости от нашего партнера телеканала Чья. Там продолжается экстремальное мужское шоу «Выжить в лесу». На этот раз трое простых парней окажутся в безлюдных местах Крымского полуострова. Они на пять дней забудут о домашнем тепле, еде и воде. Им придется самим добывать себе пищу и бороться с опасностями дикой природы. Зрители увидят все, на что способен настоящий русский мужик, чтобы дойти до конца. В прошлом сезоне трое домоседов боролись за жизнь в лесах в Псковской области. Сказать, что им было трудно, это ничего не сказать. По поводу шоу, что хотелось бы сказать. На самом деле, они выглядят счастливыми только пять минут. Ну, все. Потом там один чувак, короче, изнывает от жажды, второй сломал себе ногу. Кто-то же там кушает червей. Я бы очень хотел попробовать свои силы в таком шоу. Ну, посмотреть на себя со стороны, как это вообще выглядит. Смог бы я вот этот пройти, этот километраж и так далее. Очень классно, мне понравилось. На самом деле, это очень тяжело. Пятьдесят километров по лесу. Ну, я понимаю то, что это реально, но это очень сложно. Я обожаю телеканал ЧЕС, смотрю его каждый вечер. С удовольствием смотрел предыдущий сезон этой программы, потому что она показывает, каких невообразимых высот может достичь человек путем, так сказать, духовного и физического совершенствования. С нетерпением жду следующий сезон, буду его смотреть обязательно и всем рекомендую. В крымском сезоне парни пройдут сквозь испытания горами, степями и холодным Черным морем под руководством опытного инструктора Алексея Седова. Они будут добывать себе воду, умирая от жажды, охотиться на диких зверей голыми руками, разводить костер без спичек, оборудовать места для ночлега в сырых пещерах, проходить через ледяные бурные реки. Изюминкой проекта является то, что эти люди совершенно не подготовлены к жизни в лесу, а не обычные парни, привыкшие к ритму «дом-работа-дом». Телеканал Че покажет полуостров Крым с другой стороны. Здесь не будет теплых уютных пляжей и людей, раздающих хачапури. Здесь будет только пронзительный ветер и желание выжить. Смотрите «Крымский сезон» самого захватывающего шоу о простых мужчинах, которые не побоялись доказать себе, что они могут справиться с любыми трудностями. Выжить в лесу – «Крымский сезон» с 13 февраля каждую субботу в 17.00 на Че. На сегодня это все новости, которыми мы успели поделиться с вами. День города прощается со зрителями до завтра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok